Всем привет! До релиза Cyberpunk 2077 остается совсем немного времени. Давайте вместе разберемся, что у нас ожидает в игре. Получится небольшое превью, в котором как раз я и постараюсь рассказать все основные моменты. Поехали! Ждешь Cyberpunk 2077 на ПК? Самый крутой график и ретрестингом? Есть отличная новость. В продаже появился пак, Касперский Total Security и ключ на игру Cyberpunk 2077 на ПК. Технологии развиваются быстро. Каждый день находится больше 340 тысяч новых уникальных вредоносных файлов. И это только в лаборатории Касперского. Кроме этого, это реально выгодное предложение. Бандл стоит 2990 рублей. А отдельно антивирусы игра стоят по 2000 рублей каждая. Получается отличная экономия. Ты будешь всегда под защитой и играм это никак не мешает. В данном решении предусмотрен специальный игровой режим, который не грузит комп. Всегда нужно быть готовым, ведь мир киберпанка уже стучится в открытое окно. Продуктами компаний пользуются более 400 миллионов пользователей. Более 250 тысяч компаний в более чем 200 странах и территориях мира. Знаковая игра этого поколения и лучшее защитное решение на рынке. Купить в Эльдорадо можно по ссылке в описании и в прикрепленном комментарии. Все там внизу. Игра начинается с выбора, так как мы должны определиться, какая изначальная история стояла за нашим героем по имени Ви. Киберпанк 2077 это в первую очередь РПГ. А значит мы просто обязаны вжиться в предложенный нам вариант роли. Всего будет предложено 3 таких варианта. Они будут актуальны в самом начале. То есть где мы именно начнем игру? В пустошах, за пределами Найт Сити, города, где разворачиваются основные события игры. Мы с вами богатый наемник, корпорации и самое настоящее дитя улиц. Причем каждый из возможных сценариев даст свои уникальные возможности в самом начале. А в дальнейшем мы уже пойдем по рельсам основного сюжета. Какой из них будет самый верный и правильный решать только вам? Мне лично интересно узнать, насколько это может дать мотивацию для перепрохождения в будущем. Так как от РПГ у нас уже есть заготовленный вариант персонажа, но при этом мы все же вольны. Как и в начале, так и в дальнейшем его кастомизировать по своему усмотрению. Тут вы можете делать девушку с половым органом мужчины, наоборот, и в целом делать много вещей, о которых мы даже думать бы не могли. А местами мне становится стыдно. Мир будущего? Что мы хотели? При этом фактически с полом все-таки придется определиться. Для этого выбираем мужской, либо женский голос. Компромисс, к которому остались довольны далеко не все. Неотъемлемой частью любой РПГ являются диалоги. И тут CD Projekt Red удивила и порадовала. Озвученных диалогов будет гораздо больше, чем в третьем Ведьмаке. Огнестрельное и холодное оружие это фактически вторая составная часть игры. А вариантов будет из чего пострелять с избытком. Это как классическое огнестрельное оружие, так и модифицированные варианты стволов. Нравится какой-то конкретный? Окей, пользуйтесь постоянно и в итоге герой овладеет им настолько круто, что вы наглядно почувствуете себя настоящей машиной для убийц. Не знаю, насколько это будет сильно дисбаланс задавать, но разработчики говорят, что вы реально сможете это ощутить. Холодное оружие тоже можно использовать, причем выбор только за вами. Можно пройти игру, вообще не убивая никого. Или используя один вариант оружия. Мир игры живой, хотя и по данным от блогеров и журналистов, успевших поиграть в демо на закрытом показе, он все-таки не дотягивает до такового в GTA. Но отчасти встану на сторону разработчиков из CD Projekt Red. В случае с RPG этот мир должен быть крутой, полноценный, но при этом все-таки декорацией, которые как раз оживают, когда мы проходим сюжет, побочки. И в целом общий сеттинг в этом случае играет более важную роль, а с этим все в порядке. По размерам мир игры большой, но чуть меньше все того же третьего Ведьмака. Однако имеется многоэтажность. Как уже упоминал в самом начале, за стенами города будут еще пустоши. И им будет отделено отдельное внимание в игре. Динамичная смена погоды и времени суток предусмотрена. Причем локации будут сильно отличаться. Визуально, когда у нас ночь, дождь, без дождя и так далее. Кроме этого, в игре предусмотрено много разного типа группировок, которые напрямую будут влиять на то, как будет выглядеть один из шести районов города. Генерация случайных событий, вроде погони перестрелок, тут тоже есть. Перемещаться мы сможем как на автомобиле, так и на метро. На метро, это из точки А в точку Б. Автомобили в игре крайне разнообразны. Будут также мотоциклы. Здесь у нас будет несколько категорий. Например, бюджетные автомобили, доступные всем и каждому. А также бронированные. Это автомобили, на которых передвигаются лишь самые богатые и влиятельные люди на Тити. Конечно же, высокоскоростные спортбайки и, понятное дело, эксклюзивные спорткары. Cyberpunk 2077 это одна из самых амбициозных игр последних пяти лет точно. Все-таки редко нас балуют по-настоящему замороченными и мощными проектами. Где есть абсолютно все черты и характеры ААА проекта. Ждать осталось недолго. И что-то мне подсказывает, что после мы перелеснем еще одну знаковую страницу истории мировой игровой индустрии. На этом все. Если подобный формат видео вам понравился, не забудьте поставить большой палец вверх. Это лучшая мотивация делать такие ролики чаще. И пишите ваше мнение как по поводу самого видеоформата, так и о игре в комментариях. Спасибо, что смотрели. Подписываться тоже не забываем. Совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok